Всем привет! Меня зовут Оля. Это мое первое видео о жизни в Польше. Мы сюда переехали полтора месяца назад. Я с семьей, мужем и двумя детками. Младшему сыну 10 месяцев, старшей дочке почти 6 лет. Приехали мы сюда с Украины, Житомиром. В связи с сложившейся ситуацией политической мы решили переехать в Польшу, так как у нас были карты поляков. И вот сейчас мы уже проживаем в городе Краков. Такой на окраине, можно сказать, Кракова, на улице Редута. Это наш район. Сегодня я покажу наш район. В принципе, очень все аккуратно, чистенько. Но расскажу, что у нас в районе, в принципе, здесь так везде. В районе есть школа, сразу через дорогу садик. Приехали мы полтора месяца назад, поэтому в государственный садик уже не было мест. Мы не попали. Здесь запись идет весной. Но мы пошли в частный садик. Хотя тоже частные садики переполнены. Очень много деток. И нашли мы садик только в полтора километра от нас. Частный садик. Название не помню. Я потом о нем сделаю отдельное видео. Вот такие. Дома аккуратненькие. Все на домофонах, конечно. Нет проблем с стоянками. У нас же в доме лично возле дома проблемы с стоянками, где поставить машины. Здесь во многих домах есть подземный паркинг, где можно место снимать или покупать. Но вот в нашем доме подземный паркинг стоит 200 злотых в месяц, чтобы снять. Но очень, мне кажется, удобно. Зимой не надо очищать машину. Сразу видно, какие машины в паркинге и следы, какие на улице. Свой дом я покажу чуть позже, потому что я сейчас гуляю с младшим ребенком. И немножко отошла от нашего дома. Это через дорогу с нашим домом дома. У нас точно такой же дом с виду, даже цвета такие же. Здесь детская площадка, здесь поликлиника встала очень. Дорогу с домом. Дорога здесь немножко не убранная. У нас возгорение на золоте. Ну, показывать в нашем районе, конечно, особо нечего. Просто обычный спальный район. Ну, вот, мне надо здесь слышать, где мы живем. Поэтому хотелось нас поделить для всех. На избуках, в том числе. Сейчас, по-моему, мы подходим сейчас к садику. Или к школе. Сейчас нам кулажем. Садики частные. Здесь очень отличаются от украинских садиков. Особенно питанием. Занятиями. Здесь, в принципе, и все в садике находится. И танцы, и гимнастика. И что меня удивило больше всего, здесь в садик приводят собаку. Лабрадора. И детки с ней могут играться, сколько они хотят. Такое интересное развитие детей, потому что не каждый может себе позволить завести дома большую собаку. Так они детки играются. Очень много занимаются. Мы вот попали на праздник дедушек и бабушек. Был концерт, детки делали и концерт. Было интересно. Как-то очень теплая атмосфера. На празднике была непринужденная. Потом деток был сладкий стол после этого. Может, я садик потом покажу в другом видео, более подробно. Честно, понятия не имею, где я сейчас нахожусь. Ну, вот здесь какая-то детская площадка. Вот у нас здесь поближе детская площадка, побольше. Она огорожена. Вот так вход свободный, заботчик. Вот тут площадки есть. Многие площадки, это не острые, а там, где есть квартиры. А есть еще площадки детские в районах, где есть частные дома. Вот много частных домов. Есть площадка. Тоже на огороженый забор, он такой, довольно-таки высокий, где-то. Наверное, под 2 метра. Ну, метр 80, должно это. Но туда вход бесплатный, свободный. Можно заходить без проблем и братать с детками. Но для чего это сделано? Насколько я понимаю, для того, чтобы собаки не заходили на детскую площадку. Например, в истории детской площадки. Или тоже как вариант, чтобы дети не выбежали случайно на проезжую часть. Ну, конечно, от детей можно забор и поменьше делать. Или что-то еще защищать, потому что мы еще тут мало живем, не знаю, всего. Вот такая еще есть площадка здесь. А это уже для взрослых. Так, а тут я не съеду. Такие съезды на всех ступенчиках. Ну, у нас коляска трехколесная. Больше расскажу в следующем видео. Всем спасибо. 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 Спасибо.